Мы в известной гостинице в Улан-Удэ, где привыкли останавливаться жители Китая. Действительно, коридоры все сегодня пусты, нет привычного оживления. Все граждане Поднебесной уехали встречать китайский Новый год. Сколько на сегодняшний день у вас проживает граждан из Китая? На сегодняшний день у нас граждане Китая выехали. Все? Абсолютно? Да, сейчас у нас китайский Новый год. Все, номера пустые мы видим, да? Все разъехались. Всегда так, когда китайский Новый год, просто все уезжают? Или вот из-за коронавируса как-то? Да. Всегда на Новый год китайцы уезжают домой. Но вы не увидели паники в глазах у жителей Поднебесной, что они переживают, там у них родня? Они уехали, видите, раньше, до Нового года. Это же началось все как раз во время Нового года. Ну сами, как вы считаете, какие меры должны просто мыть руки с мылом и так далее? Этого будет достаточно, чтобы избежать болезни? Ну я думаю, достаточно. Часто мыть руки, и вот мы сейчас, да, маточный режим. Ну а если люди будут приезжать из Китая, вы будете их дополнительно проверять? Там, я не знаю, температуру измерять и так далее? Думаю, нет. Не будете? Нет. То есть спокойно люди с температурой будут заселяться и не будут? Нет, но если они будут обращаться, например, с жалобами какими-то, мы, конечно, будем принимать меры. Мы решили поинтересоваться в китайских кафе. Меньше луанденцы стали заказывать габаджо. По крайней мере, две кафешки, в которых мы были, меньше заказов ничего не стали. По-прежнему, китайская еда в почете, узнаем дальше сейчас в следующих. Готовят утку по-пекински китайцы, но все они давно живут в Улан-Удэ и на родину ездят крайне редко. Или меньше стали заказывать китайской еды уланденцы, нет? Нет. Как заказывали, так заказывали? Конечно. Ну а вы какие-то меры соблюдаете или по вам как бы ни почем этот коронавирус, не боитесь? Не соблюдаем меры никакие. Переживаете ли вы из-за вспышки коронавируса или у вас нет никаких опасений? Нет. Все хорошо у вас? Но меры дополнительные, какие-то безопасности принимаете? Я не знаю, девушка, администратор завтра будет. Пока у улан-удэнских гостиниц переживаний ноль, на солнечных островах Китая очереди. Я нахожусь в Китае, в городе Санья, на острове Хайнань. Передо мной пункт готового обслуживания района Додунхай. И это очередь за бесплатными масками. Китайские власти стали бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты. Туроператоры уже начали вывозить туристов с Хайнаня. 25 января Ростюр объявила о срочной эвакуации туристов, отдыхающих на острове Хайнань. И с сегодняшнего дня эта эвакуация, в принципе, начинается. И туристы, желающие выехать, в срочном порядке вывозятся из Китая. Стоит воздержаться от поездки в данную страну, в данном направлении, ввиду того, что ситуация все-таки достигает какого-то своего критического максимума. Солнце, море и жара Хайнаня круглый год притягивают туристов. Это наиболее востребованное направление. Однако некоторые жители Бурятии от туров на пляже Китая уже начали отказываться. Кто-то переносит дату отдыха на попозже. Мария Латышева, Данил Дурхисанов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok